Добрый день, уважаемые кадеты. Мы продолжаем наши видео-уроки. Сегодня география, тема 9 класс географии, тема Западная и Восточная Сибирь. На предыдущих уроках мы с вами изучили территорию Западной Сибири, я сейчас ее напомню. И сегодня сконцентрируемся с вами на параграфе 44, который называется Восточная Сибирь. Как мы говорили в своем предыдущих уроках, территория Сибири очень большая, поэтому ее было принято условно разделить на Западную и Восточную Сибирь. Цель нашего урока, естественно, познакомиться с этим районом, познакомиться с составом этого района, познакомиться с хозяйственной частью, чем живет этот район, промышленность этого района, для того, чтобы подготовиться к ценам. Итак, Западная Сибирь, состав административной карты Западной Сибири. Давайте посмотрим. Это, кстати, надо сказать, что это самая большая территория Западной и Восточной Сибири, административной карты России. Западная Сибирь, сюда относится, если мы заглянем с вами, территория сразу после Уральских гор, то есть меридиальная Уральская гора находится здесь. И идем на эту территорию. Это Тюменская область мы видим, это Омская область, Томская, Новосибирская, это Алтайский край, это, собственно, Республика Алтай, это Кемеровская область и Республика Хакасия, столица Абакан. Значит, что касаемо именно территории Восточной Сибири, то сюда относятся, посмотрите, пожалуйста, огромная территория, это Красноярский край. Вот мы его посмотрим, да, Красноярский край. Обратите внимание, если это северо-наюг, огромная территория. Далее, это Республика ТВА, столица Кызыл, это Иркутская область, это Республика Бурятия и Запайкальский край, столица административного центра Кызыл, то есть достаточно огромнейшая территория, географически находящаяся на территории России. Далее, значит, что нужно сказать. Чем живет район, основной отрасль специализации Восточной Сибири? Значит, в учебнике, обратите внимание, здесь сказано о том, что главное направление именно Восточной Сибири, это цветная металлургия. Значит, из курса 8 класса вы знаете, что металлургия бывает черная и цветная. Значит, черная металлургия, я смею вам напомнить, то есть это производство чугуна и стали, а цветная металлургия, это производство всех остальных металлов. Алюминия, никеля, хрома, золота и так далее. Значит, в учебнике особенно сконцентрируется на том, что основные города производства именно цветной металлургии. Конечно, это город Норильск, конечно, это город Красноярск, поэтому об этом нужно знать для того, чтобы, собственно, удачно сдать эти цены. Далее, основная отрасль специализации Восточной Сибири, это добыча руд различных металлов. То есть, может прозвучать вопрос так, почему именно здесь цветная металлургия очень хорошо развита? Это, конечно, связано с тем, что большие запасы полезных ископаемых, именно рудных полезных ископаемых. Далее, значит, отрасль специализации этого региона относится также лесной комплекс. То есть, если мы с вами вспомним карту, физическую карту России, то мы знаем, что на этой территории огромная территория тайги, то есть леса. Поэтому, естественно, здесь идет лесодиготовка, деревообработка. Вот, то есть, это тоже как один из основных отраслей специализации. Следующее направление хозяйственной специализации Восточной Сибири, это гражданское машиностроение. То есть, эта отрасль производит обороты для горной промышленности, черной, цветной металлургии, грузовые, вагоны, приборы и многое другое. Развита машиностроение и в составе военно-промышленного комплекса. Вы подробнее почитайте в порогах и 44-м. Далее, значит, надо сказать про сельское хозяйство. То, что это район Сибири, сельское хозяйство имеет свое развитие. Основные культуры, которые выращиваются здесь, это зерновые культуры, это мясо-молочные скотоводства в направлении. Республика Бурятия-Забайгаля. Ну и республика Тыва. У них там очень хорошо растет овцеводство. Так, самый центральный ресурс в Восточной Сибири, конечно, я не могу сказать про это озеро Байкал. Да, мы все его знаем с вами еще с программы 8 класса «Озеро Байкал». Значит, знаем о том, что это озеро самое глубокое в мире, самое чистое в мире это озеро Байкал. Далее, пятая часть всей пресной воды находится именно в нем. И вот вопрос. В 8 классе разбирается эта тема. Почему вода в озере чистая? Почему? С чем это связано? Вот вам нужно внимательно будет почитать в учебнике этот материал, напомнить вам и ответить на этот вопрос. Затем мне в устном ответе. Далее, нужно сказать, что Байкал – это стратегический запас питьевой воды. И сейчас стоит очень острый вопрос о защите этого озера от атропогенов влияния. Значит, атропогенов влияние, напоминаю, это влияние человека, потому как сейчас отмечается большое загрязнение этого озера. И причем, надо сказать, что на государственном уровне идет, даже для защиты природы озера, принят специальный федеральный закон об охране озера Байкал. То есть это культурное наследие нашей страны, которое должно быть оставаться в недрогнутом состоянии. Далее, значит, надо сказать, что самые крупные города Восточной Сибири, отметить, это Красноярск и Иркутск. Значит, Красноярск и Иркутск, мы видим, они бы территорию очень большие. Они были, эти города, основаны еще в 17 веке. Вот, и крупные города, их на карте надо знать и показывать. Так, и еще один вопрос, который здесь поднимается в этом параграфе, это что такое БАМ, Байкало-Амурская магистраль. Значит, надо сказать, что это дуплёрт Транссибирской магистрали, то есть ее строительство улучшило транспортно-географическое положение Дальнего Востока, открыло пути к освоению новых районов. Значит, есть у вас здесь информация про БАМ, почитайте поподробнее. И ответите на вопросы. Значит, домашнее задание, параграф 44-й, Восточная Сибирь. Вот, особо обратите внимание на вопросы, которые находятся на страничке 183-й. Есть вопросы, которые требуют устного ответа. Вот, есть вопросы, которые надо ответить в рабочей тетради письменной. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok